здоровенькие были с вами лд из днепропетровской сегодня мы поговорим о моем многострадальном моторчике мопеда 5g чао px чем-то он разобранный и я уж грубо говоря элементно сложил как бы в кучу чтобы не затягивать видео разборкой итак начнем со сцепления центробежного как видим она мне досталось изношено тут во верхняя крышка затягивалась гаечкой в общем-то сцепление состоит из трех колодочек как видите они уже были у меня переклеены три пружинки такие тугие в общем такого кол ведомого в котором стоят тоже дополнительные две колодочки для того чтобы когда крутится за педали от редуктора времени вращаются колодочки расходятся и запускается двигатель то есть у нас по факту в одном сцеплении два сцепления вступление центробежная запуска и вступление центробежная перед ходовой сам двигатель имеет два кожуха для обдува принудительный обдув тут используем итальянцы несмотря на то что это был 1967 год две крышечки одна пластиковая не знаю как изначально было можно металлическая но восемьдесят втором году уже стояла пластиковая и 2 вот металлическая прикручиваясь на саморез гребра тут специально такая ставочка не честно сказать не смог достать я решил не трогать и стоит на месте сам маховик многострадальный генератора который заодно является крыльчаткой принудительного охлаждения магнит кольцом но как я проверял полюса 4 вот пожалуйста видите саморез я буду вести по кругу вот притягивается идем вот тут отталкивается тут тоже отталкивается а тут притягивать то есть видим наблюдаем 4 полюса хотя выполнен как цель на его только одном месте сейчас найду 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 вот он вот он разрез видно является генератора и начинки нет так как все разобрана коленчатый вал сейчас находится на ремонте и вовсе распрессовали там пришел конец нижней головки шатуна в общем-то головка тоже интересная сама схема в отличие от я уже пионер двигатель у нас стоит вот таким образом генератор на смотрит налево ребра головки расположены вертикально то есть грязь которая могла налипнуть она по-любому налипала летела с колеса очень легко вымывалась и под силой гравитации там тоже воды падала мне для сравнения чтоб понять я тут с собой смоялы 555 в ребра расположены горизонтально то есть вся грязь что нам летит с переднего колеса ложится и равномерно сюда это тут на ребрах ты и там потом вычищаешь вот сегодня вот этот цилиндр дом фотографий будет ниже держать в посте честно сказать часа полтора с лишним мелким скребочком дремелем очищал очищал там полказика этой грязюки краской грязюка то есть она народ не мог почистить его толком закрашивал еще раз потом грязи на липа в общем это внутреннее дело увидите ведь разница я вам горизонтальную ребра грязь у нас остается будет вечно на головке опять же это да ребра вертикально все спокойненько вымыл даже спасать тяжестью грязь просто спокойно сваливается в отличие от я так как у нас тут принудительно то есть ребра у нас идут не горизонтальная сила как нормальный цилиндр то есть легкой технологии летела полегче будет да кстати если присмотреться у нас тут четыре отверстия 3 вот для шпиля крепления а четвертое интересное отверстие декомпрессора стать сама головка и смотрите у нас получается декомпрессор вот этим каналом из камеры сгорания каналом связан с выхлопной трубой то есть с выпускным каналом и у нас смесь пшикается не на головку как у всех наших мопедов а совсем культурно выхлопную трубу отдельное слово по декомпрессору которую вначале видео держал руках он сейчас он снят во первых вот сама пружинка декомпрессора устанавливается в этом месте и как к одной шпильке по двоечку притягиваются и там за тросик давит и затопливает вторую по декомпрессору это я так понял для технологии удобства чтобы попадать инцентрировать под шплинт да и притирать есть шлиц под отвёрточку кстати головка была установлена без прокладки вот он наш сам цилиндр чугунный 82 год под цилиндром между цилиндром и картером стояла вот такая вот медного туна медная скорее всего прокладочка стать особенность итальянцев и тем же самым геморрой который пришлось столкнуться кстати поршень который стоял не там видео раньше которые увидели могли видеть как я долго и нудно заводил мотор кольца идут по диагонали по отношению поршневому пальцу то есть видим вот этот поршень стоял размерность 38 и 2 то есть заводская размерность 1 или 0 ремонтный размер и как мы видим встал получается когда необходимо было прописнуть эту смесь свежую у нас окно переписнуть просто банально перекрывалась поршнем я выкручивал уже газ на полную и он как-то там пытался пытался ехать то есть грубо говоря по ухода поршня у нас смесь поступала основные по уходу поршня смесь отрезалась и него кстати еще по этому поршню тут где-то стопор стопор один ходил по выпускному окну то то что не родное и вот очень насквозь не проходит то есть скорее всего взяли какой-то там от мопеда какого-то скорее всего honda dio аккуратненько наждачкой подогнали под нужный размер 38 может что-то из нашего я не проверял нету с собой палец на 12 миллиметров поэтому он и не ехал по картерам как-то скреплялся пятью болтами вот тут лунки болтами м6 вставляется шестигранички подголовки болтов и с этой стороны аккуратненько затягивалась раз я расцеплю правая половинка левая половинка картера то есть глухого экономили на сальники сальник тут стоит всего один маленький такой размер 15-24 на 5 кстати что интересно вот схема сматки подшипников вот у нас есть перепускного окна идет просверленный канальчик вот он канал вот еще такой небольшой как бы литейный да это литейный пусть потом еще дополнительно досверлен канал чтобы просверлить канала для я понял это технологические отверстия чтобы просверлить канал подшипнику и вот небольшая раковина и масло попадает на этот сепаратор и на сами шарики подшипника и смазываются правой половинки города точно такая же фишка и влево то есть вот пожалуйста технологическое отверстие вот она отверстие подшипничку вот она ванночка и все масло красиво попадает к нашему подшипничку то есть вот она ли мне даже впадина технологически это отлито было видно сразу что это отлита вот эта часть скорее всего фрезерованная вот это уже летели да кстати сам пуск заводникового типа то есть на раз карбюратор и регулировать все блином коленчатого вала то есть там по фото виде видели ранее на определенном секторе блинов есть фрезерована про . и тут у нас как бы блин цельный цельный распор . нужно момент хода поршня открывается и происходит всасывание свежей смеси и даже бы нам закрывает слава богу я его пораньше разобрал потому что подшипником просто уже была смерть дуфты нереальнейшие и я как любой пионер не начал ездить дальше все таки решил делать его все на этом видео прекращаюсь вот какие-то вопросы задавайте постараюсь ответить здесь было интересно пока